Казахстанка названа лучшим преподавателем корейского языка. Дильбар Баймаганбетова стала первой иностранкой, которая получила эту награду. Подробности расскажет Айжан Успан. Дильбар Баймаганбетова более четырех лет преподает корейский язык. Десять лет назад вместе с подругой случайно пришла на урок корейского. Настолько он ей понравился, что она в тот же день сменила специальность. Приходят такие воодушевленные, хотят изучать корейский, а потом через какое-то время понимают, что это сложно. И начинают уже бросать учебу. Поэтому нужно было придумать что-то, чтобы их отвлекало. И чтобы они изучали этот язык с легкостью. Играем для того, чтобы выучить новые слова. Или же проверить домашние задания с помощью игр. Также во время игр мы используем разные IT-технологии. Дильбар переживала, что игровую методику ученики могут воспринять несерьезно. Но спустя время заметила результаты. Игровую методику признали лучшие на всемирной конференции преподаватели корейского языка в Сеуле. В ней участвовали более 300 преподавателей из 46 стран мира. И за 16 лет проведения конкурса впервые награду получила иностранка. Дильбар благодарна, что ее труд признали. Там первое место, моя фамилия и имя. Я очень удивилась. На самом деле даже не поверила, что это я. Я несколько раз прочитала, точно ли я. Потом думаю, может это кто-то другой с таким же именем. Потом думаю, читаю, смотрю, там написано Казахстан. Корейский культурный центр, Казахстан. Думаю, наверное, точно я. Очень сильно порадовалась. Преподаватель Дильбар профессионал. Но еще одна причина, почему она стала лауреатом конференции, в том, что развиваются и отношения между Казахстаном и Кореей. И тех, кто интересуется корейским языком, становится больше. Он вместе с казахским языком входит в алтайскую семью. И структура построения самого предложения похожа. Больше всего в работе Дильбар Ваймагамбетовой нравится видеть прогресс ее учеников. Это же новый мир. Это меня очень вдохновляет, воодушевляет. После урока я всегда выхожу такая счастливая, что для кого ты сегодня была полезной, кому-то чему-то научила полезно. Свою работу Дильбар считает не просто профессией, а призванием, которое помогает людям менять свою жизнь.